МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Страшных боях на Тверской земле. Она, хоть и далеко от Уральских гор, но своя, родная. Она и стала местом упокоения на целых 81 год. Их останки нашли бойцы поискового отряда память осенью прошлого года. По солдатским медальонам были выяснены их имена. Ныне живущих родственников погибших солдат и подробности их боевого пути помогли установить сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Следственный комитет занимается поисково-архивной работой. Это одно из важных его направлений. На базе Следственного комитета имеется поисковое движение. Сотрудники Следственного комитета организуют поисковые отряды. И так же, как все остальные поисковые отряды, поднимают останки героев. Занимаются архивной работой по установлению боевого пути крупных воинских соединений. Бойцы поисковых отрядов и следователей сделали все возможное для того, чтобы еще два красноармейца, Даниил Бархатов и Иван Удинцев, перестали числиться пропавшими без вести, а пополнили список геройски погибших. Их последний путь был долгим, почти 2500 километров, но теперь они на своей малой родине. Они похоронены в одной могиле. Так случилось, что до войны Даниил Бархатов создать семью не успел, родственников уже нет в живых. Но сиротливой эта могила не будет. Земляк и почти ровесник Бархатова, Иван Удинцев, до призыва на фронт успел родить четверых детей. Уже после войны появились на свет 8 внуков и 12 правнуков. У них есть теперь место, куда можно прийти и поклониться подвигу своего героического деда и его товарищей земляка, которые отстояли мирную жизнь для своих потомков, для всей большой страны, для Валдая и Урала, для Тверской деревушки Коткова, в окрестностях которой они погибли, и для села Рудное, где не нашли места вечного покоения и вечной памяти. Субтитры создавал DimaTorzok